Привет, дорогие друзья! Я пообщался вот на Медне, на днях или раньше, с каналом Ньюс Ван. Традиционно выкладываю это видео для того, чтобы вы его, собственно, увидели. И да, я уверен, что надо, честнее так будет, надо вводить этот термин сын врага народа, дочь врага народа, жена врага народа. Во всяком случае, это будет честнее, это будет правильнее, а не играть в лицемерную игру и прятаться за какими-то там, типа, убеждениями, законодательно введите и все, и краями. И тогда можно будет сказать, что вы на самом деле сдобули. Приятного просмотра, не забывайте подписываться. Анатолий, как всегда, вас рады вітать в нашем эфире. Здравствуйте. От поделитесь, пожалуйста, насколько мне известно, вы сделали, власне, расследование журлуйское, так, что с приводу скандалу с Оксаной Марченко, плюс с приводу подвищения чомусь так раптом, кто знает политического интереса до, власне, Виктора Медведчука, что удалось раскопать? Ну, на самом деле, это громко сказано, очень громко сказано расследование, потому что я, на самом деле, как не смотрел «Танцы со звездами», со времен еще, знаете, когда там Влад Яма такой был танцевал, вот, я его не смотрел. Однако же, когда я увидел это заявление, и потом, когда я его прочел, заявление журналистского сообщества ТСН, я понял, что это какой-то манифест лицемерия, на самом деле, потому что там ребята в конце написали «Репутация ТСН, репутация каждого из нас». Но я вас поздравляю, потому что репутация ТСН, на мои особые стопы реконания, грохнулась уже и пробила дно давным-давно. Но тут есть несколько аспектов. Во-первых, против чего они протестуют? Против того, чтобы она участвовала на основании того, что она является близким родственником Медведчука. Ну, как это понимать? То есть, здесь надо писать тогда четко и конкретно, что ввиду того, что мы решили возвратиться к практике 37-го года, к дочерям врагов народа, сыновьям врагов народа, а также женам врагов народа, мы запрещаем, мы против там та-та-та. Надо уже четко излагать свои мысли ребятам научиться, потому что на ТСН неоднократно было преследование родственников людей, которые являются на самом деле там, являются сепаратистами, преступниками, но это их родственники. Их родственники не совершали никаких преступлений. Допустим, когда они начали травить дочь, я не помню, как его, Тагил, Тайвань, я не помню, как его, в ДНР так называемый, он там предводитель, и вот у него дочь учится на подконтрольной Украине территории. Они начали ее травить. Причем тут Марченко к Медведчуку. Кроме того, Медведчук что, по суду признан преступником? Если мне не изменяет память, это Петр Алексеевич Порошенко предложил его на роль переговорщика, потому что не сам Медведчук вдруг всех растолкал и сказал, я буду этим заниматься. Нет, его выдвинули на эту роль, а потом начали почему-то публично мочить его за это. Если он преступник, проведите суд какой-то, но осудите его. И даже в этом случае его жена не будет иметь отношения к его преступлению. Но он не преступник, потому что суды ничего не решили, никаких судов нет, и он продолжает решать вопросы по освобождению и так далее. Делегировано ему это право украинской властью. Поэтому заявление ТСНщиков, это странное заявление. Кроме того, я в своем, как вы сказали, расследовании, я напомнил им просто, что в 2014 году Коломойский, который является владельцем 1 плюс 1, соответственно, ТСН, предложил Медведчука на пост губернатора Донбасса, сказав, что это будет единственный шанс для того, чтобы сохранить мир на территории Украины. Это как решать? В таком случае весь коллектив ТСН должен сейчас громко, хлопнуть дверью, чтобы штукатурка посыпалась, сказать «Эть» или Коломойскому, или уйти самим. Самостоятельно и устроиться на какие-нибудь прекрасные телеканалы, типа «Эспрессо», которые никто не смотрит. Вот. Они должны взять и уйти, быть последовательными. Пан Анатолий, ну как же, что у нас же свободы слова, свободы выявления, и журналісти мают стоять на передовых для защищения подобных засад, чи не так? Чому тогда сейчас происходит с боку журналістов 1 плюс 1 скувание певных людей, которые не согласны? У нас, знаете, такая сумма с тенденцией. Кто не согласен, то творог народу. Вот, враги народу. Вы понимаете, в чем дело? Уже несколько раз я слышал это прямым текстом, не в каком-то переносном смысле, а прямым, прямым текстом, когда говорят «это враг народа». Враг народа. Ну, то есть мы возвращаемся полностью даже к терминологии 30-х годов, прошлого столетия, при этом настолько серьезно эти ребята борются с теми жуткими проявлениями сталинизма и тоталитаризма, и при этом повторяют, пытаются изо всех сил, пытаются повторять то, что тогда происходило. Они не могут повторить там индустриализацию, но они прекрасно повторяют вот эту вот систему доносов, систему травли. Если ты не так думаешь, ты моментально пророссийский. Вот моментально, вы посмотрите, как в средствах массовой информации. Я пророссийский. Где у меня пророссийское что-то? Почему я житель Европы, пророссийский, украинец, да? Непонятно. Но это выгодно, это удобно. Удобно развесить сразу ярлыки. Вот здесь вот все, это Медведчук, значит, значит, все. Ведь при чем тут она к Медведчуку, к его, вернее, к нему-то она имеет отношение. Но в таком случае нам надо в законодательство внести четко, что если этот человек нам не нравится, а его, получается, внуки, дети и так дальше, они не имеют права, не имеют права доступа к средствам массовой информации. Вот, тогда будет все четко и чисто. Я думаю, что какой-нибудь народный фронт вполне прекрасно может продавить этот закон. Сейчас на БИС, знаете, БПП проголосуют. Вот так вот надо с этим бороться. Сюмар тоже должна внести это обязательно на рассмотрение. И надо задавить эти паростки, знаете, подлой, можно сказать, и вредной свободы слова, которая все-таки еще есть. А как вы думаете, пан Анатолий, у вас есть, власный алгоритм, как все это сделать? Почему у нас много нареканий на нашу судовую систему? А с другой стороны, у нас любят без судовых выроков и решений развешивать ризного рода ярлыки. А как с этим бороться? Вот тут великий знак питания. Ну, у нас, скажем так, и судебная система не работает, потому что, к примеру, я перестал судиться. Еще как только на заре, знаете, вот произошла революция, я еще мог выиграть суды по клевете. Впоследствии, то есть вот сейчас, я знаю, это бессмысленно. То есть если в средстве массовой информации написано, что я там, ну я не знаю, там убил кого-то, да, к примеру, я иду в суд, а в суде отказывают удовлетворение иска по причине того, что им кто-то сказал, что я убил кого-то. Ну, то есть все, полный абсурд. В Европе такого нет. Но это не Европа у вас, вот там, где вы живете. Это однозначно не Европа. Поэтому и суды не работают, и в судах избиения адвокатов происходят, к примеру, то, что является просто фантастикой какой-то. Такого не бывает в нормальном государстве или, во всяком случае, на территории, где сформировано государство. Такого быть не может, потому что власть себя как-то защищает. Здесь же происходит все что угодно. На суд могут надавить, могут нагнуть. При этом без решений суда даже такие люди, как советники, министры, МВД, к примеру, позволяют себе делать заявление. Без решений суда называют человека преступником, выдумывать что-либо. Как с этим бороться? Никак с этим не бороться. Пытаться построить государство вместо того образования, что есть. Ну, послушайте, чему, власне, на пяти рік після Майдана так активно, знову ж таки, заговорили про пана Медведчука? Як ви думаете, від скандалів з Оксаною Марченко до тих, памятайте, вирізних сцен із фільму «Простуса», сцен за участю пана Медведчука, чему так, що його бояться, я не знаю. Чому, чому зараз така активна і медіакомпанія розгортається і набирає обертів, пане Анатоліо? Ну, во-первых, нужен враг. Во-первых, ну, там, 5 лет, 5-й год после революции. Есть у революции начало, а нет у революции конца. И вы понимаете, что контрреволюция, мы же можем просто для того, чтобы понять, сформировать свое представление о том, что будет дальше, но надо просто почитать книги советского периода о 20-х годах, к примеру, потому что контрреволюция поднимает голову. Гидра контрреволюции еще не умерла, хотя мы отрубили несколько важных голов. То есть они вот перейдут скоро к такой риторике, уже практически перешли. И нужен враг, нужен враг, вот этот враг, и если мы его сбросим, они пытались вот Ахмедова сделать таким врагом, еще кого-то. И надо постоянно, они мечутся, постоянно ищут, кого сделать врагом. Там Ураева даже. А тут вот такой прекрасный враг, доктор Зло. Я читаю, вернее, смотрю карикатуры на Радио Свобода, к примеру, касательно Медведчука. Ну, это четко, чисто карикатуры вот 30-х годов тоже. Значит, там гидра такая, она там охватила всю нашу Украину. И все такое. Нужен враг для того, чтобы все могли прибежать, побить палкой вот этого врага. И таким образом, возможно, у них появится горячая вода, и там немного пенсии станет побольше. Вот в таком плане. Ну, вот этого я вам не скажу, потому что по самой простой причине я не слежу за политическим путем Виктора Медведчука. Я не наблюдаю за тем, как развивается ситуация с его политическими. Единственное, что я был вынужден посмотреть интервью с дочерью Немцова, где она выглядела на фоне его просто какой-то не очень умственно развитым человеком. Я не хочу ее там оскорбить. Она выглядела немножко странно, как пятилетняя девочка, и берет интервью у какого-то доктора наук. Это вот единственное, что я видел. А сказать, какое политическое будущее его ждет, я не знаю. Я не являюсь сторонником идей Виктора Медведчука. Я не являюсь сторонником нашей интеграции или какой-то там сильной уж дружбы с Российской Федерацией. Вот такое. Но я не видел, во всяком случае, от него и не слышал никаких преступных заявлений. Потому что, уж поверьте, если бы они были, то давным-давно уже было бы открыто какое-то уголовное производство. Ничего нет. Поэтому и бесится, наверное. Потому что ничего нет, но они-то чувствуют, чувствуют, что он враг. Чувствуют. Но вот как-то доказать не могут. Можливо, так и есть. Но вы знаете, что это чувство ворожное, что оно не то, что сейчас нам нужно. На жаль, на жаль. Дякую вам, что вы долучились до нашего эфира. Анатолий Шарий, журналіст, был еще один из нами на эфире. Еще раз дякую. Гарного дня. Рухаемся далее. Дякую. Дякую. Дякую.